Приветствую вас, дорогие братья и сестры, что мы, уважаемые слушатели и зрители, вчера мы с почтением и благоговением торжественно вспоминали усекновение честной главы пророка, славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И мы слышим его слова у евангелиста Матфея «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Этот призыв великого проповедника покаяния должен звучать сейчас в сердце каждого христианина, кто хочет спасти свою душу и наследовать вечную жизнь. Особенно же он должен звучать у людей преклонного возраста, жизнь которых по естественному порядку бытия заканчивается здесь, на земле, и им в скором времени предстоит расстаться со своим телом, а душе вступить в новую сферу жизни, где разделены добро и зло. И особенно сильно этот священный призыв должен звучать у всех нас в связи с этим днем, специально посвященным памяти великого основателя покаяния, святаго пророка, предтечи и крестителя Господня. Самого великого из людей по свидетельству самого Господа. Он был предтечей пришествия Христа, а для нас является как бы предтечей нашего перехода от земли на небо. В благодатной Христовой Церкви не только вспоминаются празднуемые события и священные лица, но силой Христовой, присутствующей в нашей Церкви, эти события воспроизводятся как действенные для нашей души. Если мы хоть как-то восприняли все то или хотя бы некоторую часть того, к чему призывает в эти дни Церковь, если наша душа стала хотя бы немного подготовленной или, как есть такое слово в Церкви, приуготовленной к восприятию духовной жизни, то мы можем мысленно перенестись в Орданскую пустыню, видеть духовным зрением грозного пророка, облеченного в одежды из верблюжьего волоса, припоясанного кожаным поясом, изможденного от поста и молитвы, окруженного множеством народа из Иерусалима и всей Иудеи, и всей окрестности Иорданской, крестящегося от Него по исповедании грехов. Об этом Евангелие описывает вот так образно в третьей главе в Евангелии от Матфея с пятого по шестой стихи. И к Иоанну Крестителю пришли не только из простого народа, но и многие фарисеи, и среди них, вероятно, и книжники, то есть ученые, и священники, и саддуки, и неверовавшие в будущую жизнь. Однако вопрошали великого пророка о путях покаяния не все, а лишь те, кто действительно хотели каяться. Они пришли из простого любопытства, увлекаемые толпой. Как свидетельствует евангелист Лука, спрашивал народ Иоанна, «Что же нам делать?» Великий пророк не потребовал от людей чего-либо особенного, а только иметь милосердие. У кого две одежды, той дай неимущему, у кого есть пища, делай тоже. Пришли к нему и мытари, ненавистные для народа, сборщики податей для римского государства, под властью которого находились иудеи, и которые при этом особенно грабили народ в свою пользу. И для них он не дал какой-либо трудной задачи. «Ничего не требуйте более определенного вам», сказал пророк. А воинам он повелел, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Но при этом он был необычайно грозен к тем, кто не искал путей покаяния. И мы читаем в Евангелии от Матфея в 3 главе с 5 по 11 стихи «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущий к нему креститься, сказал им «Порождение ехидновы». Ехидна – это отвратительный зверь, который пожирает своих детенышей. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, уже и секира при корени дерев лежит. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но, идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас духом святым и огнем. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И вот, если бы все мы, и архиереи, и священники, и монахи, и вообще христиане, желающие быть пшеницей Христовой, а не соломой, подлежащей сожжению, спросили Иоанна Крестителя, «Что же нам делать?» То он также ответил бы и нам. «Не думайте о себе, что вы Христовы, потому что Бог и из камней сих может воздвигнуть своих служителей. И не потребовал бы он от вас чего-либо особенного, чтобы мы, например, творили чудеса, которые и он сам не творил, или чтобы мы вселились в пустыню, подобную ему, и питались бы саранчой и диким медом, но потребовал бы, чтобы мы исполнили долг своего звания, исполнили бы свои священные обеты и ради истины готовы были на усекновение даже нашей главы. Тогда воистину мы будем пшеницей Христовой». Для каждого желающего спасти свою душу для вечной жизни святой Иоанн Креститель драгоценен двумя сторонами своей неумолкающей проповеди. Он – основоположник покаяния, и он – основатель бесчисленного сонно-свидетельства о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, всемогущий Бог. И на этом положенном им камне покоится непоколебимая вера Христовой Церкви, вера в то, что непременно будет конец мира, страшный суд и вечная жизнь в Царстве Христовой славы. Для пшеницы Христовой и вечная смерть для соломы, сжигаемой огнем неугасимым. Что можно сказать в завершение? Покаяние отверзи нам двери жизнодавчих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok